Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шаститко. И сегодня мы отвлечемся от того, что называется Microsoft Lumia 650. Напомню, что это лучший по дизайну, по стилю, по изготовлению телефон от Microsoft серии Lumia, который я держал в руках. Вот он такой супер тонкий, супер легкий, супер стильный, со стильной мозовской же чехольчиком. Напоминаю, что обзоры Lumia 650, 950, вот тут вверху есть в всплывающих аннотациях, внизу в описании тоже есть линки. А сегодня у нас распаковка того, что называется Starter Pack для Windows 10, IT Core, for Raspberry Pi 2. Соответственно, это вот стартовый пакет для того, чтобы вы могли научиться программить на имбеддет устройствах, на устройствах для IoT. Кто не знает, что такое IoT, я вам сейчас не расскажу, посмотрите. То есть Microsoft, чтобы вы начали работать, предлагает, соответственно, вот такую коробочку. Вы открыли и готовы к работе. Ну, а про саму коробочку прокомментирует еще у нас Сергей Поплавский. Это гуру эмбеддет технологий IoT устройств в Украине, который расскажет вам все, что можно и все, что нельзя о том, как сделать, как использовать в реальной жизни вот эти вот встраиваемые устройства. Что такое IoT, что это за концепция, в чем она это. Он еще знаменит тем, что это единственный человек, который в мире, который смог поставить на Ланос бортовой компьютер. Не-не-не, серьезно. Ланос, Део Ланос с бортовым компьютером. Вот он смеется. Серега, ну поздоровайся. Всем привет. Расскажи немного про бортовой компьютер на Ланосе. Что он у тебя делает? Ну, на самом деле, проблематика была простая. Мы два года назад готовили конференцию DevDay. Вот. И стала задача вот в России до этого на конференции DevCon показали автомобиль Kia. Kia. Да. Который. Лохи. Ну, вообще, да. Который с цифровой шиной. И они прицепились туда к каким-то девайсам. И с телефона, короче, делали какие-то вещи с машиной. Там стеклоподъемниками управляли и так далее. Вот. И мне шеф такой, типа, говорит, типа, Серега, надо, короче, сделать такое. Давай, короче, заплатим денег и перегоним этих ребят с Kia. Я говорю, вы что? У нас на родине есть отечественный автомобиль Deo Lano. Да, в нем нет цифровой электроники, но мы же умеем паять. Мы умеем паять. Вот. В итоге мы напаяли девайс, который при помощи того же... Ну, девайс коннектился к клауду. С другой стороны, он коннектился к аналоговой электронике автомобиля. И что можно было делать? Бибикать, управлять стеклоподъемниками, ставить под охрану, заводить двигатель. То есть, на самом деле... На Ланосе? Да, на Ланосе. Брал это статистику езды, там, GPS, показать? Все было. То есть, ты мог следить за своей машиной? Да. Мы сейчас сделаем апгрейд. Это идея байдачного. Сделать автопилот для Ланоса. Да, я вот как раз это правда или неправда. Я как раз хотел спросить, правда, что вы решили посоревноваться с Google Car? И в Ланос поставили это. И причем у него там есть... Я слышал, что там будут разные стили вождения. Там, как таксист, вождение по Киеву, вождение, как только приехал из села по Киеву и так далее. Это правда, да? Да, правда. И на самом деле, не, идея сделать именно, знаешь, такой автопилот. То есть, у тебя Ланос на радиоуправлении или на управлении с телефоном. Это вот как вот в Джеймсе Бонде в каком-то там BMW, да? Ты доставал Эриксон, Сони Эриксон, и у него там была там пультяшка. Ну, BMW это же не круто, это Ланос. Это зверь, да. А про коллиматорный прицел и вывод на лобовое стекло различных параметров, в том числе и управление... Не, надо этим вообще не думали, но идея хорошая. Управление оружием, там, курсовыми пулеметами, ракетами. Да, то есть, короче, ты предлагаешь мне из машины бомбу сделать, это структиво. Когда-то в 80-е, в начале 90-х была такая игрушка Death Track, типа там гонки, только с возможностью убийства врагов различными типами оружия на автомобилях. Ну, в общем, вы поняли, что Серега очень увлечен, это не Байдач, но это Сергей Поплавский, очень увлечен электроникой, технологиями, управлением. И еще одна особенность, это у него есть своя лаборатория. Да, в Microsoft Украина мы открыли инкубатор, это бизнес-инкубатор, в рамках которого мы набрали один из команд с разными проектами. И, собственно говоря, в нашей лаборатории они разрабатывают девайс. Ты им помогаешь, рассказываешь. Мы им выдали киты. Вот такие? Ну, не такие, немножко расширенные. Это базовый кит, мы выдали большие киты, там есть и Raspberry, и Arduino, и NetDuin, кстати, тоже наша платформа отличная. И Galileo платы, и куча датчиков, сенсоров. Что, бесплатно? Да. Microsoft бесплатно что-то дал людям? Ну, не начинай. Да, дали действительно бесплатно. Более того, мы с командой же собрали список их дополнительных запросов. Ну, каждой команды по-разному. Знаешь, кому-то щучек Дейгера надо было. А, я думал, там девочки, водка. Не, не, ну, более-таки. Приземленные. Мы для них это еще отдельно дозакупали. То есть наша задача в рамках лаборатории, с одной стороны, обеспечить командам возможность сделать ранний прототип на базе готовых модулей. Наша цель номер два. Мы в рамках лаборатории хотим построить замкнутый цикл прототипирования. Идея состоит в том... Ну, фактически вы заново создаете то, что в Советском Союзе называлось НИИ. Да, да. Вот. То есть замкнутый цикл прототипирования – это набор именно оборудования. То есть это SMT-машина, машина для поверхностного монтажа компонентов. Это принтер для твердых материалов для печати рисунка на печатной плате. Это этот самый станок CPU для вытачивания корпусов и прочего. То есть мы хотим сделать так, чтобы на выхлопе каждая команда имела производственный образец. То есть это продукт, который максимально похож на промышленный образец. И чтобы потом передать китайским школьникам, которые на уроках труда будут массово собирать эти штуки. Да, это один из вариантов. На самом деле мы хотим подтянуть... У нас есть локальные сборщики. Мы в этом убедились. Есть минимум две конторы, которых я знаю, которые полный цикл производства обеспечивают в Украине. Украинские школьники на уроках труда собираются. И чтобы у команды по итогу лаборатории был клиент, инвестор и устройство, готовое к промышленному выпуску. А что в лаборатории сейчас из проектов ты можешь назвать? Ну вот ребята Агромонитор. Они делают умную агропалку, которая вкапывается в землю. Измеряет параметры грунта. И отправляет их в клауд и визуализирует в каких-то графиках. Они, кстати, уже начали первые продажи. Они продались уже, по-моему, Кернелу. Монсант с Монсантой работают. А еще? Есть еще интересный проект eNature. Они делают девайс, который измеряет состояние окружающей среды. А, вот еще чек-хигер. Да, да, да. Экомонитор такой себе. И визуализируют это в неком понятном для пользователя интерфейсе мобильном телефоне. И интерес этой команды в том, что они создали устройство в рамках IoT-лаборатории. Поехали с ним на iHub Ring номер 4 во Львове. Это битва стартапов. Выиграли эту битву и получили возможность бесплатно поехать в Нью-Йорк на СИД-форум 5 мая. С ума с дуреть. А еще что? Есть ребята электросиз. Занимаются силовой электроникой. Они делают умный щит для того, чтобы... Умный щит. Щит. Электронный. Электрический, вернее. То есть, идея в том, что есть проблема в перераспределении нагрузок в рамках большого предприятия. Управление, короче, отказоустойчивый кластер для электричества. Да, для электричества. Вот. Есть студенты, они делают некий умный аквариум, в котором можно выращивать растения либо в грунте, либо гидропоника. Вот. Это такое консюмерское решение. Это когда в Украине совсем все плохо, можно будет картошечку вырастить. На балкончике, только не в земле, а жидкость закачал. Мы видели все в фильме «Марсианин», откуда он брал жидкость. Вот. Еще одни студенты из КПИ делают умный ошейник для собак. Это такая типа «Dog Entertainment System». Да, что развлекает, мяукает, чтобы собака не расслаблялась. Нет, но у них комплекс, который кормит собаку, меряет ее там состояние здоровья, шлет алерты и прочее. Жутко. А для людей, вот что-то для меня, любителя гаджетов, что-то будет? Для тебя, для любителя гаджетов, ой, даже не знаю. А у нас есть, кстати, интересный проект с микроспутниками. Это что? Есть, короче, такая штука, называется CubeSat. Это спутник размером 10 квадратных, верее, кубических сантиметров. Они делают, собственно говоря, этот микроспутник. Мы в апреле планируем делать тестовый запуск этого спутника в стратосферу на гелиевом шаре на высоту 40 километров. Где-то в Одессе будет Space Balloon Challenge. Ребята под эту тему готовят этот спутник. Этот спутник снимает 3D-панораму. И все? Земли. Да. Черт. Ну, ладно. Давай все-таки перейдем к коробочке. Я понял. Да, кстати, а записаться в твою лабораторию? Прийти и самому что-нибудь попаять? Тебя там я видел крутой осциллограф. Кстати, да, у нас вот что хорошо в лаборатории, это то, что мы потянули достаточно серьезную партнерскую экосистему. То есть с нами работает там Киевстар, сообщество бизнес-ангелов Юэнджел. Вот в частности, ну, Intel, естественно, вот со своим оборудованием. Также к нам постучалась Рода и Шварц. Это очень такая большая серьезная контора. Измерительные аппаратуры. Высокоточные измерительные аппаратуры. Плюс они делают для военки... Это реклама Рода и Шварц. Они делают... Не, у них действительно очень интересные вещи. Вот. Ихнее оборудование стоит во всех международных аэропортах Украины для связи самолет-земля, земля-земля, вот. Земля-ракета, ракета-самолет. Это для Германии они делают. Вот. Также у нас есть в Украине центр сертификации оборудования. Вот. И он полностью построен на оборудовании Рода и Шварц. Так вот, они нам подкинули осциллограф. Он стоит, по-моему, полторы тысячи евро. Четырехлучевой. Вот. Там с логическим анализатором, с генераторами. А веб-сайт в нем есть? Когда Рода и Шварц приходили, делали демки своего оборудования, показывали осциллограф, который по Wi-Fi в браузере отображает осциллограммы. Сидишь ты такой далеко, за антирадиационным стеклом и меряешь в осциллографе графику радиационных выбросов. Ну, кстати говоря, мы же там в лаборатории настроены не только там на вот мейкерские штуки, да, чего-то попаять. Мы делаем бизнесы. Поэтому у нас еще White Sales Business School, партнер, который выступает со своей программой обучения именно по продажам. И плюс куча мастер-классов от там партнеров. Хорошо, прийти, прийти. Ты уже 11 минут наговорил. Да. Прийти как? Это не я, это ты рассказывал про Ланос. Как прийти? У меня есть идея. Я хочу сделать нормальную машину Mercedes SLK, чтобы он был с автопилотом, а не Ланос. Значит, у нас цикл инкубации 9 месяцев. И цикл уже сейчас начался. Мы уже скоро будем праздновать фактически его экватор. Следующий набор мы планируем объявить где-то в конце сентября. И как это будет выглядеть? Будет форма регистрации на нашем портале iotlab.in.ua, в которой в течение месяца все проекты подают, все стартапы подают свои идеи. Идея или уже должна быть хоть какая-то реализация? Нет, мы берем на уровне, ну, как бы, может быть и идея, может быть и реализация. Но в первую очередь мы оцениваем идею. То есть у нас цикл инкубации достаточно длинный. И мы верим, что даже за 9 месяцев мы из идеи можем сделать, конечно, хороший продукт. Несмотря на то, что еще ничего не готово. Поэтому мы оцениваем исключительно идею, ее приживаемость на рынке, возможность экспорта этой идеи на зарубежные рынки, потому что это хорошая перспектива для стартапов. И собирается экспертная группа в виде сотрудников Microsoft, Intel, представителей инвестфондов, те же White Sales School. И мы сидим брейнштормингом. В прошлый раз, когда мы отбирали стартапы, мы брейнштормили по 2 дня. Много отели? Ну, у нас было порядка 100 заявок на 10 мест. Вот. То есть, как бы, да, было очень серьезно. Один к десяти. Но идею вы поняли, да? А мы сейчас все-таки поговорим про коробочку. Про коробочку. Давай, прежде чем говорить о коробочке, давай я в двух словах разговариваю, что такое Windows, да, и почему мы о нем говорим. Почему, в общем, Microsoft начал говорить о IoT, да? Давай. А что ты хотел про IoT? Да. Почему Microsoft начал говорить про IoT? В принципе, для Microsoft вообще тематика МБР достаточно старая. То есть, это не есть для нас что-то новое. Не, ну, Windows CE, да, Windows Embedded, все. В конце концов, был .NET микрофреймворк, который позволял на языке C-Sharp писать фактически прошивку. Не поверишь, у меня еще в 2011 году видео, или 2010 на канале есть видео, как собрать свое ядро исполнимое при помощи Windows Embedded Builder. Платформ-билдер, ты говоришь, я хочу себе получить медиа-центр. Выбираешь только те модули, тебе компилируется ядро, ты его переносишь, добавляешь это, делаешь загрузчик и грузишь в устройство. Так что… Ну, вот сила, на самом деле, микрофреймворка. Мне микрофреймворк, вот как там одна из технологий Microsoft, безумно нравится до сих пор, несмотря на то, что ей уже 10 лет. Это возможность фактически писать на языке программирования C-Sharp managed code, который деплойит на микроконтроллеры ARM-овские с частотой от 68 МГц. Это на таком у тебя Автопилот работает? Ну, вот первая версия, вот два года назад, которую мы делали, она была именно на микрофреймворке построена. И сколько там памяти, и сколько всего в этом микроконтроллере? Ну, там, на самом деле, 168 килобайт памяти. То есть у тебя вся программулина влазила в 168 килобайт? Нет, программулина меньше весила, то есть у тебя есть 168 килобайт, из них 64 отжирается самим фреймворком, вот, то есть некой прослойкой. Да-да-да. А остальную память ты используешь под программы. У меня никогда не получалось написать программу больше, чем... Вот, вот настоящий программист. Я всегда говорил, что вот эти все гигабайты, это вред и провокация. Знаете, со стороны разработчиков железа, они пытаются просто продавать, давайте больше, сделаем больше, и заставляют Майкрософт использовать больше памяти. Оказывается, настоящие кул-хакеры, типа Сереги, способные делать... Ты понимаешь, это еще вопрос цены, вот, представь себе, ты проектируешь устройство, да, ты можешь взять, короче, операционную систему, там, Windows, Linux, поставить ее на чип, который будет, там, зажигать светодиодики. Ну, классный сценарий, только... Ну, подожди, я, кстати, собирался это делать при помощи раз, блин. Это, вот, для начала это неплохо, но если ты строишь бизнес, да, то у тебя такое устройство будет стоить баксов 100 в себестоимости. А реально, для того, чтобы выполнять эту задачу, достаточно, там, 8-битного микроконтроллера, который у китайца продается 20 штук на 2 доллара. Так, не надо вот это, я собираюсь сделать для себя систему управления железными дорогами. Вот, это уже более серьезный сценарий, с которым... Я хочу графический интерфейс, чтобы люди могли бы указать, где у него стрелки, там, тыкнуть пальчиком, переключить эту стрелку. И вот тут мы плавно переходим как раз в Windows for IoT. Да, это отдельная редакция Windows. А IoT вообще, что это такое? В нашей терминологии IoT, это стек-технологии. Нет, набор, название букв, что такое IoT? Internet of Things, интернет вещей. И что, там вещи живут? Нет, там вещи не живут, но IoT это стек-технологии, которые позволяют собирать информацию с геораспределенных датчиков в некое централизованное хранилище, которое занимается, ну, собственно, хранением, обработкой и визуализацией. То есть, грубо говоря, любой такой микроконтроллер, это всего лишь некий клиент, который скидывает информацию и на выходе, потом, если эта информация обработана, получает команду, что ему еще сделать на конечном устройстве. Да, да. Ну, мы все прекрасно понимаем, что на клиентской стороне мы не сможем построить какой-то серьезный бизнес, именно бизнес-логику, да, вот, какой-то машин-лёрнинг, да, там, и так далее. Вот, поэтому, в общем-то, этот фреймворк уже давно существует, еще со времен, там, Windows Mobile, что у вас телефон – это тонкий клиент, фактически, да, с простой визуализацией того, что происходит на сервере. Так вот, Windows for IT – это отдельная редакция Windows без пользовательского интерфейса, с некими, там, урезанными возможностями, которые позволяют вам ее деплойт на ARM-овские чипы, да, и при этом она не занимает большого объема памяти. Но ему гигабайт же все равно нужно, или по 112, сколько там? 256 мегабайт ему нужна оперативной памяти, вот, и SD-карточка ему нужна 8 гигов, хотя сама инсталляция есть, по-моему, 4, нет, а, 2, да, 2. Она распаковывается потом. Вот, да, то есть, на самом... Подожди. Вот история, идея Windows for IT, да, это как, типа, вот, продолжение вот этой идеи, дать возможность высокоуровневому разработчику бизнес-приложению, да, которое на C-шарке программирует, а не на Assembler или на C, вот, писать какие-то решения embedded именно IoT. И с выходом десятки появился концепт Universal Application Platform, да, то есть, если раньше, когда мы говорили там про восьмерку, мы говорили о том, что у нас есть разные проекты под Windows Phone, под Xbox, под Windows PC, то сейчас такого понятия, как приложение под платформу, оно вообще исчезло. Приложение под десятку. Да, просто под десятку. Ты даже в Visual Studio, когда сейчас создаешь приложение под десятку, там не указано под телефон это или под что угодно. А когда ты создаешь приложение под Continuum, ты должен указывать это? Он не знает. Загрузил, загрузил. Серега все-таки embedded программист. Вот, да, поэтому... Давай открой. Подожди, идея состоит в том, что вы, да, имея, скажем так, базовое знание того же WPF старого, да, вот, и платформы Universal App, можете писать одно приложение, которое деплоит на PC, на телефон, на IoT, на Xbox, на HoloLens, в общем, на весь стек устройств, под которым стоит десятка. Ну, все-таки с IoT, оно должно знать, как работать с отдельными, как-то я говорю, диодиками. Да, там есть подключаемая отдельная библиотека к проекту, вот, но при этом, когда вы пишете код в Visual Studio, вот эти API, да, Platform Specific API, которые, как я их называю, вот, вы описываете, вернее, обозначаете некими директивами в коде, да, и, соответственно, в случае, если вы компилируете, допустим, под IoT, то вот кусок кода, который работает с этим API, да, он будет компилироваться вместе с проектом, а если вы его деплоите на Windows Phone, то этот кусок кода не будет. Ужас. Ну, то есть это, но идея... Я чувствую, надо самому брать. Кстати, у меня тоже есть кит Raspberry Pi, только Cannabis Kit, вы его видео видели, а вот это Microsoft-овский, так идея. Да, Microsoft-овский кит, да, переходим к китам. Это совместная разработка с Adafruit, Adafruit это достаточно серьезная большая контора, которая делает много датчиков и модулей для IoT. Вот, тут даже вот этот логотипчик, это Adafruit-овский логотип, тут написано даже... Так, Adafruit это же как по-русски называется? Это же разрезанный, как его там, фейхуа, фейхуй? Не знаю. Это же фейхуа, вот. Это пятилистник. Да, нет, это же фрукт, который, он выглядит, он такой вот, типа, ну, форма как лимон, только он состоит из пяти таких вот, как бы, фрагментов. Если разрезаешь, то он вот внутри такой, это фейх... Ну, хуа, да, да, наверное. Хуа. Ну, в общем, Adafruit, да? Да, да, давай распакуем. А, кстати, Сереге это все подарили благодаря, как раз благодаря тому, что он открыл эту лабораторию. То есть, это как бы его... Вау, тадам, смотрите. Это просто на стенку повесить. А, я думал, сейчас тут будет написано, Сереге, как он... О, компоненты есть, смотри. Да. Смотри. Ну, неинтересно считать компоненты. Давай, давай, не, не, давай посмотрим. Давай, Raspberry Pi. Да, давай распакуем. Значит, для того, чтобы вы понимали, что такое Raspberry Pi. Это компьютер на базе четырехъядерного Broadcom-овского чипа. С двумя гигабайт или с одним? Здесь, по-моему, один гигабайт оперативы. Вот, ну вот, был этот чип Broadcom. Да? Значит, что есть на борту? Есть четыре USB, есть Ethernet. Не USB 2.0. Да, здесь USB 2.0. Значит, есть выход 3.5 на наушники, есть выход HDMI для монитора. И... Питалово. Питалово, да. Значит, есть еще два, скажем так, Raspberry Pi-специфик порта. Это DisplayPort? Да, это DisplayPort, а это CameraPort. Вот. И есть вот то, что я называю расческа. Да, это набор IO-портов низкоуровневых, которыми вы можете управлять программой. Как это? GPIO называется? Да, GPIO. General Popos Input Output порты. И вот благодаря вашему коду... Да, Серега, я в курсе всего этого. Я все-таки заканчивал не только физический факультет, но еще и радиофизический. Я еще инженер системотехник. Стартер-гайд понятно, Raspberry Pi уходит в это. Дальше. Дальше. Вот это я называю свисток. Свисток. Это фирменный свисток для Raspberry. Ну, а если серьезно, это Wi-Fi адаптер, под который есть драйвер под Windows 10. В IoT. Да, в Windows 10 for IoT. А тут кейс написано с вторым. Мы неправильно достаем. Наверное, сначала надо было кейс найти. А где? А, нет, вот есть USB, Wi-Fi, модуль. Прикинь. Да, то есть, на самом деле, подключение Raspberry к Wi-Fi очень простое. Да, если у вас есть фирменный свисток. Вставили в USB, при загрузке операционки вам просто нужно выбрать Wi-Fi сеть, ввести пароль. Смотри, какая-то хрень. Это набор проводов для соединения с макетной платой. А где макетная плата? А вот она у нас макетная плата. А, вот макетная плата. Смотрите, макетная... Нет, так подожди, провода не... А, вот этими проводами. А что, нет такой нормальной гребенки, которая бы так сразу вся чик и сюда чик? Нет, так не получится. Вот это макетная плата. Что это такое? Да, на макетной плате вы можете создать ранний прототип какого-то вашего сценария, при этом не используя паяльник. То есть, бывают макетные платы вот с такими же дырочками, только туда надо впаивать компоненты. А здесь прелесть в том, что вы, типа, хотите что-то попробовать, вот сценарий. Вы просто компоненты расположили, к Raspberry проводами подключили и сразу проверили. Тут написано питание. Питание он берет с Валбери? Да. То есть, я беру где-то здесь есть на твоей гребенке... Да, на гребенке есть отдельные выводы. Причем там есть выводы 5-ти вольтовые, 3,5-ти вольтовые. 10-ти вольтовых? Нет, 10-ти вольтовых нет. То есть, идея состоит в том, что Raspberry, ну, сам чип просто... А это отрывается, правильно, я так понимаю? Ну, как бы каждый провод... Да, да, он вынимается. Вынимается. Или сразу так надо подключить? Не, не, не сразу. Вынимаешь. Вынимаешь, то есть, отсюда взял и сюда воткнул, там, и у тебя пошел плюс, да? Сюда и пошел минус. Только надо знать, где плюс, где минус, читать документацию. Да. Так, хорошо. По списку, да, пойдем? По списку пойдем. Raspberry Case. Вот, он черненький такой. А, вот это такие вот... То есть, это, да, это, если ты хочешь уже прямо конкретно, знаешь, такой ready-to-use девайс делать в коробочке красивенький. Ну, так выглядит, ну, как выльничка. Нет, ну, видишь, у него просверлены необходимые там... Ну, понятно. Распасуем. Слушай, я такие на 3D-принтере в основном печатаю. Ну, слышь, у богатых свои причуды. А, о, даже под гребенку есть. Да, все есть, то есть, это задизайнены именно под... А, тут он еще как-то защелкивается. Можно я защелкиваю, нет, нельзя? Ну, это супер-клеем берем. И защелкиваешь. И защелкиваешь. Во, готово. Так. Вот это надо разгребать. Вот это какая-то хрень. А, вот этот самый микро-SD. Да, на 8 гигов. На 8 гигов установлены Windows. Запускайся, Windows вы уже видели, поэтому не будем. А вот тут вот... О, так тут ничего нет. Ну, давай я сделаю краткий бриф, что это такое. Ну, давай. Значит, начнем с... Я буду тебя проверять. С вот этого. Pressure and Temp Sensor. Опа, как-то так же. Да, вот так вот, да, да, да. Вот. Идея в том, что это готовый модуль для измерения температуры и давления. И я так понимаю, что... Ой. Извини. Вот это вот... Вот это вот как-то вот так вот, да, и в макетную плату... Да, в макетную плату просто вставляется. А потом считываем... С проводками ты коннектишь к этой расческе. А потом считываем по номеру контакта. По номеру пина. Ну, на самом деле, под это все есть библиотеки. Париться особо не надо. То есть, денег стоит? Каких? Ну, сколько стоит? Ну, как бы... Конкретно вот эта штука, сколько стоит? Да, ну, недорого. Ну, сколько? Ну, я не знаю, у китайцев? Ну, а если оригинальное, это же ты сказал какая-то... Нет, а дофрутовские, это американские. У них это, ну, там, минимум 5 долларов, наверное. 5, то есть 10 долларов. Отложим вправо, и я заберу себе. Это кнопочка, да, тоже к расчески. Ой, не к расческе, а макетные. Макетные платья. То есть, чтобы вы поняли, сюда, да, и типа прототипируешь пуск. Да, и про ракета пошла, ракета ушла, еще, 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 еще. Ну, можно, на самом деле, кнопок несколько, можно джойстик сделать. Я так понимаю, что это дешево. В макетные платья? Ну, да. Не, ну, если ты надо, фрути будешь покупать. Это... 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 Вообще, хорошая штука радиорынок, на самом деле. А вот это что за радиорынок? А давай посмотрим. Название. ЛА7? ВПС 3008. Мне кажется, что это преобразователь уровней. А, нет, это ADC, это аналогово-цифровой преобразователь. Да, есть проблема. Проблема в том, что в Распоре нету штатных аналогово-цифровых преобразователей. То есть, если... Ты людям популярно расскажи, я знаю, что такое аналогово-цифровое преобразователь. Идея вот в чем. В цифровой электронике есть два устойчивых состояния. Единичка-нолик, да, то есть это 0 вольт. А не в цифровой есть уровни напряжения. Да, но есть аналоговые датчики. Например, вот, это аналоговый датчик. Это датчик света. Он в качестве результата выдает изменение напряжения в зависимости от изменения света. В диапазоне там от 0 до 5, допустим. А эта штука дает сигналы там единичку, двойку, троечку. И вот, собственно говоря, АЦП нам нужен для того, чтобы четко определить, какое напряжение на этом датчике. То есть напряжение на датчике кодируется в виде какой-то последовательности импульта. Так, а с АТЦ разобрались, да, денег? Более-менее. Денег? Ну, то есть я встаю... Подожди, а как я с него считаю? Тоже библиотека? То есть я спрашиваю с какой-то... Да, есть стандартная библиотека. Библиотека, которая мне на номер какого-то пина будет выдавать уже цифровое значение. Идея в том, что ты в коде получишь значение от 0 до 1024. То есть это вот разное разрешение. На какой-то ножке, да, на каком-то пине вот этой... То есть я просто спрошу, скажи мне пин номер такой-то, он скажет, ну, там типа... Такое-то напряжение, выраженное вот в этой вот... Ну, не напряжение, там цифра такая-то. Да, да, да. А ты будешь знать. А задать как вот эти вот диапазоны или просто ты... Ты знаешь, что это вот у тебя, грубо говоря, он меряет от 0 до 100, да? А ты знаешь, что от 0 до 100... Да, то есть у тебя есть... Каждые 10 шагов это... Да, да, да. То есть у тебя есть от 0 до 5 вольт напряжение, которое в принципе можно померить. И с разрешением от 0 до 1024. Ну, ну, все. То есть это примерно 4,5 милливольта на одну единицу ADC. Вот это... Дорого? Микросхема стоит? Ну, не совсем недорого. Ну, сколько? Ой. Ну, так, чтобы влево или вправо? Я у китайцев покупал десяток на доллар. Так, понятно. Положили сюда. Это те светодиодики, которые я буду мигать, когда буду сам учиться программировать. Правильно? Да, да, все верно. Это просто... Разноцветное. То есть как бы мне нужно подать на какую-то носку определенное значение и погнали, правильно? Да. А чего-то их... А чего их голубенький? Или мы его потеряли? А, нет, есть еще и голубенький. Видел, вот голубенький. Всего 6. 6 по 2. Странный выбор красный, зеленый, синий. Почему не белый или не желтый? Почему не сверх яркий светодиод, да? Да. Ну, вот так вот. Так, далее что это у нас? Это просто сопротивление, если мы вдруг что-то... Подключим, правильно, не то. Да, то есть, не, на самом деле сопротивление нужно по-хорошему для подключения диодов. Для ограничения тока. Там у тебя, допустим, не 3-х, а не 1,5-вольтовый. Нет, дело не в вольтаже. Дело в том, что светодиодики могут жрать энергии тока больше, чем положено для распори. В распори есть ограничение на 1 пин 40 мА. А диод может хавать больше. Вот ограничить ток... То есть, надо читать инструкцию. Ну, надо знать закон ОМА. Нет, ну понятно, но с другой стороны, я же не знаю, что он там жрет и какие-то ограничения. Это конденсатор. Я понял, нахрена? Ну, например, для создания фильтров. Потому что в распори есть такая штука, как ШИМ, который позволяет тебе фактически генерировать некий аналоговый сигнал в виде последовательности импульсов. Путем построения на базе резистора и конденсатора фильтра ты можешь ШИМ-сигнал превратить в синусоид. Ага, логично. Это мы уже говорили, это датчик освещенности. Да, это датчик освещенности. Да, то есть, фактически это... Это то, что есть у вас в каждом телефоне, когда вы подносите его к уху, и он выключается, потому что он считает, что вы разговариваете по телефону. Ну, да, представить его можно себе. Вот это резистор постоянного сопротивления, да? А вот это изменяемое сопротивление. Линия по попаданию туда света. Да, в зависимости от того, что... Дешево, да? Это копейки. Это тоже там, да. Сто штук на доллар. Сто штук на доллар. И реостаты, которые можно типа что-то устанавливать, да? Да, это переменные резисторы. А что они крутятся? А его, наверное, отверточкой прокручиваются. Не-не-не, крутится, крутится. Это просто не приложил достаточно усилий. Опять же, подключили. Это уже сама сеть. Тут, а нож наверняка же неуправляемая. Или разбери умеет ими управлять? Не управлять, он ими не умеет. А я думал, третья ножка, знаешь, типа выставить уровень. Не-не-не, там две ранние ножки. Это напряжение 0 плюс 5, а средняя ножка это вывод напряжения, которое ты получаешь при регулировании. Вот так все, да. И еще блок питания. Американский. Американский. Дарю. У тебя же переходник есть. То есть у таких блоков питания не порзорься на 2 ампира. И вот это самое лучшее, это я отсложил вправо. А, это Ethernet. Ethernet. Очень полезно. И гарантия. No warranty. Не, ну правильно. На самом деле на такие вещи гарантии не даются. Почему? Потому что... Потому что вы их спалитесь при первом же старте. Поэтому смотрите... Ну, не при первом же, но идея в том, что вот эти устройства, они мало защищены. Да, там есть какая-то базовая защита. Но если ты там провтыкаешь и подашь напряжение 12 вольт, куда не надо, ну то он не выдержит. И никакая защита не сработает. Поэтому, да, гарантии на них как-то особые. Поэтому вот он, стартер-пак. И что из этого я могу собрать? Ну вот реально, да, вот какой бы вот из этого всего, где сам Raspberry, выхлоп был бы мне, как человеку, который, например, еще никогда не делал код, да, там не писал, не делал какие-то прототипы кода, управляющие реальными вещами. Смотри, давай так. Есть два сценария. Первый. На базе вот этого кита, на сайтах Майкрософта, есть отдельный обучающий курс, да, который там в виде набора лабораторных работ, который именно из этого кита позволяет тебе собрать какие-то солюшены, ну попробовать, покодить, посмотреть. Да, так что, мне может стоит его просто переписать на себе на канал по-русски. Вполне вероятно. Ну, то есть это реально. Второй момент, да, при помощи таких нехитрых устройств вы можете создать прототип какого-то, ну скажем так, решения, которое вам конкретно надо. Да, ну, например. Мне нужно управлять звездными дрожами. Давай представим себе сценарий, ты хочешь сделать там управление розеткой, да, дома, ну, например. Котлом. Котлом. Котлом, отлично. Вот, то есть на базе этого устройства ты можешь, условно говоря, к распори подключить светодиод и представить себе, что вместо светодиода у тебя подключено мощное реле, которое включает котел. А где я возьму датчик температуры, чтобы проверить, что оно работает? Ну, вот в наборе датчика температуры, по-моему, нету. Это что у нас? Нет, 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 да, есть температуры. Это pressure? Нет, это temperature and pressure. А, temperature and sensor. А это у нас... Это можно посмотреть в документации. RGB. Это RGB? Это датчик света, по-моему, какой-то хитрый. Да, это красно-поляризационного какого-то света. Color sensor, это color sensor, смотри. Ты понял? А, так вот это... А, ну да, барам, бетрон. То есть, фактически я могу взять вот этот, этот, получить от него... Он, наверное, уже сразу со своим АЦП. Да. Ну, то есть это цифровой модуль, который тебе по какому-то протоколу, скорее всего, SPI, отдает в цифре... Что значит SPI? Мне сейчас нужно знать этот протокол? Нет, тебе не нужно его знать. Потому что есть библиотека, да. Ты же не пугай людей. Ты просто из .NET говоришь, дай-ка мне там температуру. На такой-то ножке, да? Да, и она тебе просто выдает температуру там в Цельсии, условно говоря, или в Фаренгейтах, как ты скажешь. Вот, ты ее получил, вот, а дальше в коде ты пишешь там какое-то условие. Если температура там ниже, не знаю, 20 градусов, какая для тебя комфортная, да, то ты на отдельную ножку, на которой висит светодиод, но представляем, что там котел, реле котла. Да, да, то есть твоя задача убедиться, что светодиод в нужный момент загорает. И при этом мы же переходим к IoT, если я правильно, просто я пишу обычный код, который соединяется с облаком и пишет состояние температуры. Свисток, это важно, вот, и при помощи этого свистка ты нормально коннектишься к клауду по секьюр протоколу, HTTPS, все как надо, да. То есть это все есть в библиотеке? Да, 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 это все поддерживается, вот, и работаешь уже с клаудом, да, к клауду ты можешь подключать все что угодно. А потом я пишу уже в клауде веб-сайт, которым я управляю эту штуку, даже не подходя к ней физически, устанавливая нужную мне температуру в доме и смотря график температуры. Более того, ты можешь даже, типа, применить машин-лёрнинг, например, который будет, там, трекать, я не знаю. Два поставить датчика, один внешний, другой внутренний. Да, и как-то вот отслеживать зависимости внутренней температуры в квартире от внешней температуры, тем самым анализировать, насколько стены у тебя хорошо греют. И, соответственно, оно будет отправлять, допустим, из клауда по машин-лёрнингу, обучившись команду на включение котла. Да, но есть другой сценарий, на самом деле, вот, лучше для машин-лёрнинга, вот, условно говоря, ты берешь какой-то регресс-период, например, месяц, в котором ты обучаешь свой машин-лёрнинг, то есть ты руками включаешь котел, но девайс считывает, когда ты его включил, когда выключил. Из этого строятся некие, там, зависимые графики, да, которые уже машина, да, отслеживает, и через, там, какое-то время она начинает включать за тебя в привычный метод. А теперь главный вопрос, особенно студентов и так далее, бабло. Какое бабло? Ну, вот этот же пакет стоит денег? Стоит. Сколько? Как его заказать? Майкрософт его в Украине продаёт? Нет, Майкрософт его в Украине не продаёт, он продаётся... Вот этим мы... На сайте Adafruit, Adafruit.it, вот так, Adafruit.it, по-моему. Да. Вот, там можно заказать, тамбор он стоит, по-моему, то ли порядка 100 или 120 долларов. Ну, так же, как Канакит, они все, в принципе, одинаковые цены. То есть, нет ничего такого, но на самом деле, в принципе, вы можете взять, допустим, отдельно купить Raspberry, и Raspberry стоит 35 баксов. Макетную плату? Да, отдельно взять, даже не макетную плату, продаётся просто стартовые наборы отдельные, там от DF Robot, от того же Adafruit и так далее. Просто есть разные стартовые наборы, да, вы можете выбрать стартовый набор по вашему кошельку и под ваши задачи. То есть, с разными компонентами. Да, с разными наборами компонентов. Или на китайских сайтах купить всё за доллар. На китайском... Я, кстати, Raspberry покупал у китайцев. Ужас. Реально. Спаянный китайский. Потому что они с доставкой, да, то есть официальная цена на Raspberry 35 долларов. Я купил с доставкой Raspberry за 33 у китайцев. Причём фирменный. Окей, понятно. То есть, при деле 100 долларов я должен вклюнуть Windows. А Windows бесплатный. Windows for IT. Правда? Да, совсем бесплатный. Кажется, ну в чём же Microsoft зарабатывает? Microsoft здесь зарабатывает на облаке. То есть, за облако мне нужно будет заплатить? Для начала нет, потому что есть куча программ. Вот сейчас вообще, кстати, открылась программа. То есть, у нас раньше была программа BizSpark для стартапов, DreamSpark. А сейчас есть программа вообще, то есть, если вы не дружите с Microsoft, не хотите с нами разговаривать и так далее, то есть такая штука DevEssentials, которая позволяет получить 20 долларов клауда в месяц на протяжении года. Бесплатно? Бесплатно. И это не надо ни с кем. А хватит этого для работы с Raspberry? Вполне. Ну, то есть, если вы не делаете enterprise решение, делаете для дома, например, да, то вполне достаточно для того, чтобы какие-то домашние вещи, да, там, в рамках одного дома, да, всё это автоматизировать в клауде красиво. А есть решение? Не, ну, естественно, можно... А, кстати, у вас ни одного прототипа нет в этом самом по-умному дому или по-умной машине? Я тебе объясню почему. Потому что, знаешь, есть такая болезнь у людей, которые хотят заниматься IoT. Первое, о чём они думают, это умный дом. Это банально. Да, но, с другой стороны, это практично. Вот, ну, поэтому мы, у нас из, там, 100 наших заявок в IoT-лабораторию, где-то 20 было по-умному дому. А есть безопасный дом заявки были? Такие, чтобы пулемётными башнями управлять на доме? Нет, ну, такого нет уже. Там воздушное пространство, в торсе соседский дрон сбить его. У нас были проекты а-ля в стиле на АТО, вот, но, как бы, Microsoft, скажем так, здесь занимает нейтральную позицию, то есть мы не можем... Военные технологии. Да, вот такие вещи делать. Поэтому, как бы, мы брали проекты небанальные, вот я так скажу, небанальные, вот, которые могут быть интересны. Ну, то есть, ещё раз, 20 долларов я могу получить в течение года, заниматься протипированием и так далее. Да, это программа DevEssentials. А что, если вот я хочу купить, какой-то там есть пакет для IoT в Ажуре, или это просто ажуровское время я покупаю? Ну, смотри, в Ажуре, ну, DevEssentials, это очень general программа для разработчиков, в принципе, любых, да. В Ажуре есть отдельный стэк, который называется, ну, собственно, IoT-стэк, вот, который состоит из набора сервисов. Там есть сервисы, которые специально созданы под IT, а есть сервисы общего назначения. Ну, получается, как бы, скопом для этих сервисов? Да, бандл этих сервисов позволяет тебе строить IoT-решения из готовых компонентов. Вплоть до того, чтобы практически ничего не кодить. Ужас. Соответственно, используя вот эти компоненты, вот эти сервисы, связывая их друг с другом прямо на портале Ажура, вы можете строить какие-то свои решения. И сколько денег? Ну, я же говорю, 20 долларов. Вот за этот стэк, да, в месяц? Ну, это не стэк, понимаешь, сдуру в клауде можно наподнимать столько, чтобы эти 20 долларов за час сожрать. Нет, ну, понятно. Ну, естественно, с умом, если подойти, да, если ты правильно строишь там архитектуру облачного решения, с учетом тех нагрузок, которые у тебя есть, да, то ты 20 долларов в легкую, вот в месяц оно будет работать и никуда не будет. Хорошо, окей, с облаком разобрались, 20 долларов. Среда разработки, это же Visual Studio? Да, среда разработки Visual Studio, которая тоже бесплатная. Да, елки-палки. Visual Studio Community называется. Это новая редакция студии. Раньше была Express, которая была такая... Так и что, в ней можно кодить без всяких проблем, без всяких ограничений? Да. А в чем она отличается от платной? Тем, что Visual Studio Community нельзя использовать для коммерческих целей. А, то есть, если я пишу для себя или потренироваться, да. А пока у меня какой-нибудь стартап, это считается коммерческим или не считается? Ну, если ты зарабатываешь деньги, то это считается. Но для стартапов у нас отдельная программа, без парок. Там Visual Studio дается максимальная редакция с возможностью заработка денег на ней. Слушай, я только что подумал, а у вас ни у кого не было... Продаю идею стартапа на следующую лабораторию. Никто не предлагал путеводителей, например, сделать по городу? Ходишь с какими-нибудь девайсиком? У нас есть проект, правда, это не путеводитель, это социальный проект, направленный на помощь слепым в пространственной ориентации в городе. О, это круто вообще. Да, ребята делают... Значит, идея в том, что есть браслет, вот. И есть улицы, в которых там стоят БЛЕ-метки. И вот слепой, проходя, ну, если у него на руках есть этот браслет, при помощи этих БЛЕ-меток и браслеток, каких-то вибраций, которые он дает, позволяют слепому четко спозиционироваться, где аптека, девайс говорит, какая аптека, вот. И проводят его прямо к двери. Офигеть. Офигеть. Вот это люди работают. А еще такой путеводитель. Типа, одел и браслеты ходишь, он тебе говорит, где ты, что вокруг тебя. Ну, тоже вариант. Ну, кстати, а почему можно заэкстендить вот эту идею, на самом деле? То есть, ну, для слепых это решение, которое для пространственной ориентации. А встроить туда какой-то, ну, гайд, я не знаю, поговорить с теми же музеями. Да, да, да. То есть, вообще с экскурсоводами, да. Экскурсионными бюро. Где человек сам идет, ему по улице говорит, там, теперь поверните туда, туда, туда. И подключается к телефону, например, и там выдает еще дополнительную информацию на экран телефона. Ну, это то, что называется дополнительная реальность. Да, дополненная. Дополненная тоже. А вот, хорошо, то есть, студия тоже бесплатна. Да. Блин, все это самое, все... Не, ну, конечно, идея Майкрософта, да, вот, Майкрософт очень много кто ассоциирует, типа, с конторой, которая дерет деньги, Windows деньги, Visual Studio, и все деньги, да. А тут все бесплатно. Идея, ну, как бы, смотри, давай вот так, чтобы... Мы, я, например, скажем так, преследую такую некую прозрачную модель, и всегда люблю сразу же расставлять все точки над этим. Вот, и как раз это был мой следующий вопрос. Ты у себя в лаборатории, вот, когда людей тренируешь, ты вот все эти компоненты, все эти нюансы рассказываешь, как сэкономить на, там, возможности, как правильно пользоваться ажуровскими сервисами, чтобы не переплачивать, какие сервисы нужно скрутить, чтобы не изобретать велосипед. Именно это мы и делаем. То есть, на самом деле, у нас есть очень серьезное техническое обучение, в котором мы ребятам рассказываем особенности построения инфраструктуры в клауде и как экономить деньги. И как писать под SMTP легче. Идея состоит в том, что, опять-таки, можно сдуру в клауде развернуть там чего-то и потом не отбить затраты. Поэтому, да, облако это такая штука, которую наказывают рублем, как говорится. Если неправильно спроектировал, то есть, как бы... Но это не проблема ажура, это проблема любого облака. Я хотел еще пару слов буквально там о прозрачности. У тебя есть 5 минут. О прозрачности, да? Камера заканчивается. Ты 40 минут наговорил. Для ребят в IoT-лаборатории мы дали четкий месседж. Смотрите, пока вы не зарабатываете серьезных денег, да, серьезных, для вас все бесплатно. Мы даем бесплатно все для того, чтобы вы как можно быстрее начали зарабатывать денег. И уехали жить в Словакию. Если хотите уехать жить в Словакию, спросите меня, как я расскажу. А дальше начинается, вот по условиям программы Беспарк. Если компания зарабатывает миллион долларов, да, это вот порог выхода из стартапа, из программы Беспарк, да, уж извините, если вы зарабатываете миллион, Вам инвестор дал миллион, то свободный. Да, то давайте платить уже как бы за эжу, да, давайте покупать инструменты. Я думаю, при условиях миллионных инвестиций купить там на, там, те же 10-15 тысяч долларов себе инструментов, это не должно быть проблемой. А народ сначала СЛК Мерседес купит. Ну, я понимаю, да. Вот. Ну, то есть, модель бизнеса такая, что вначале, пока вы не зарабатываете реальных денег, да, для вас все бесплатно. И это бесплатно именно для того, чтобы вы быстро начали зарабатывать. То есть, подожди, давай я перефразирую. Ты хочешь сказать, что сейчас здесь, в своей лаборатории, Майкрософт выполняет некую социальную миссию, давая возможность молодежи стать на ноги, ну, не только молодежи, я тоже еще не совсем старый, стать на ноги, разработать какой-то свой проект и срубить бабосики, в надежде, фактически, инвестиции, в надежде на то, что вы, эти люди когда-нибудь заплатят за использованный софт. Да, но это то, что ты только что назвал, это нельзя называть социальной миссией, это именно бизнес, да, то есть, мы инвестируем. Ну, подожди, с другой стороны, как бы... Социально, это когда мы дали все на шару и... Не, ну, вы дали на шару, многие же не стартовали, многие просто попоняли, что это не их вообще, то есть, как бы, с другой стороны, вы создаете некую прослойку общества, которое способно заработать своим умом и своими, так сказать, реальными этими. То есть, это все-таки и социально. Ну, и социально, но я больше, скажем так, ставлю это именно с позиции бизнеса. Я не хочу, чтобы люди думали, что мы тут альтруисты, да. Нет, подожди, социальность, я не говорю, что это социально с точки зрения альтруизии, я говорю, потому что это громадная работа с обществом, которая меняет подход общества. Вместо того, что человек, который выучился и ждет, когда он найдет работу, вы ему показываете совершенно другой вариант, что не надо искать работу. Ты берешь, делаешь решение, продаешь, получилось, заработал миллион, не получилось, делаешь следующее решение и так далее, и тому подобное. А не ходишь на работу за 300 баксов и платишь, что тебе не доплачивают. Сто процентов. Я тоже сторонник того, чтобы там сейчас студенты смотрели в сторону построения своих решений. Тем более, что, знаешь, вот у нас в IoT-лаборатории действует золотое правило. Никто ни с кем не конкурирует. Нет смысла делить рынок, которого еще нет. Поэтому все ребята, которые у нас обучаются, которые у нас работают, и мне это, например, очень нравится, они делятся между собой опытом. Они общаются между собой. Кто-то силен в одном, кто-то силен в другом. У меня возник другой вопрос. Хорошо, ты на следующий сентябрь планируешь набор следующих людей в лаборатории, следующих проектов. Можешь сказать темы, которые были бы офигенно интересны, которых сейчас не хватает, и которые на рынке могут взорваться, выстрелить? Смотри, мы когда отбирали проекты, мы для начала проанализировали рынок и решения, которые были бы интересны. И выделили там несколько, ну три направления фактически. Первое, это, ну вот в порядке приоритета. Первое, это агросектор. Для Украины. Да, ну для Украины. Но мы что-то делаем, ну агро это проблематика не только Украины в принципе, но IT-лабораторию и Украину мы рассматриваем как полигон для тестирования решений, для первых продаж, для первых шишек. А потом уже, когда ты набил первые шишки, ты выходишь и не зарубишь. Поэтому на нашем рынке действительно интересно это агросектор. Второе направление, это ритейл. Различные системы управления продажами? Там разные, у нас вот ребята делают там умные ценники. Ухранные. Жуткие еще раз. Вот, то есть второе, это ритейл. Третье, это манюфэкторинг, да, то есть это автоматизация больших предприятий, потому что опять-таки у нас проблема, ее нет за рубежом, но у нас проблема в том, что там наши предприятия работают на оборудование 80-х годов. Каких 80-х, 70-х, 60-х. Ну или 70-х, 60-х, я просто недавно был в одной конторе, не хочу называть. Ну вот, у них система разработана с 1989 года. Автоматизирована система управления предприятием, а суп? Да, 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 вот. Мой отец когда-то был начальником этого цеха автоматизации на шинном заводе. Вот, ну и четвертое, это консюмерские решения. У нас есть, кстати, мы запартнерили с Орси. Орси это топ-1 поставщик компьютерной техники в Украину. И, в принципе, через них консюмерские решения мы думаем размещать на полках, там, тех же розеток. А какие консюмерские решения? Ну, вот что? Ну, на сейчас у нас есть, опять-таки, вот ребята, которые делают умный ошейник для собак. Это консюмерское решение. Вот, вот этот аквариум для выращивания растений. Вот, я думаю, если они успеют где-то через месяц сделать хотя бы прототип. Да, сейчас же сезон начинается. Сейчас сезон начинается, помидорчики садить. Сезон уже начался. Ну, тогда оно следующее. Ты знаешь, в Словакии по 5 евро ты можешь купить такой комплект из 10 таких, как это, таких вот, подончиков, да? Вот такой толщины высоты, там, 20 этих. И сверху закрывающийся прозрачной крышечкой. И там есть еще такая электроспиралька одноразовая для подогрева. Подключаешь батареечку, она еще почву подогревает. Ну, а это, ребята, делал бы 20-е решение. Ну, понятно. Ну, и давай прощаться, потому что уже время. Да, ребята, всем спасибо. Вот, спасибо, что послушали канал Игоря. Да, подписывайтесь. Спасибо, что я вам не надоел. Да, в общем, у Сереги есть куча материалов. Я дам линк внизу в описании к видео на то, что называется IoT-лаборатория. Это IoT-лаб.in.ua. IoT-лаб.in.ua. Думайте о том, что бы вы могли сделать для страны, для себя лично, для технологий. Зарабатывайте денежки. Как вы видите, Microsoft, оказывается, помогает в этом и очень активно. Заходите, участвуйте в работе лаборатории, представляйте свои проекты. У вас есть еще практически полгода на то, чтобы придумать проект и хоть как-то его запрототипировать или, по крайней мере, детально продумать. Потому что, я так понимаю, презентацию при отборе тоже нужно выполнить. И вы там задаете очень суровые вопросы. Ну, на самом деле, нет, мы просто берем идеи, вот, если нам чего-то непонятно, вот, когда мы обсуждаем, мы звоним. Мы просто звоним и начинаем спрашивать. Направление Сергей уже озвучил. Поэтому спасибо. Смотрите, я думаю, на основе Raspberry Pi получилась отличная тема по лаборатории IT и по развитию будущего. И то, как вообще молодые люди, у которых руки растут из правильного места и в голове вместо ваты что-то действительно существует, может, соответственно, заработать миллион. Да, миллион, а может и больше. Ты помнишь, как в графе Монте-Кристо? Миллион? Да, у меня всегда с собой есть миллион. Все, всем пока. Счастливо, это был Сергей Попылавский, не байдачный, не путайте, автор и управляющий, и главный, так сказать, вдохновитель IT-лаборатории в Майкрософте в Украине. Ставьте лайки, подписывайтесь, смотрите линк, обязательно заходите, делайте прототипы, зарабатывайте деньги. Ну и всем удачи, счастливо, побольше бабла. С вами был я, Игорь Шаститко, пока.